Привет, мои хорошие. Не знаю, видно я там или нет, но вот утро началось. Было настроение у меня такое. Сегодня рабочее. Ну, так скажем, работун на меня напал. Хотела испробовать все средства, которые я приобрела в Фаберлик, чистящие, и думала, что сегодня день отдам работе. Вот. Муж у меня уехал в деревню к своим детям. Он постоянно, так как у него работает всего три дня, а четыре дня выходные, и он на остальные дни уезжает в деревню к нему. Вот. Так как дом свободен, думаю, все, буду сегодня чистить, 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 чистить. Но позвонила дочка и говорит, я к тебе сегодня приеду. Ну, а раз она сегодня ко мне приедет, значит, надо что-то приготовить вкусненькое. Поэтому сейчас вот выпью чашечку кофе, которую, кстати, сегодня не поленилась, сварила я в своей кофеварочке. Вот. Сейчас допью кофе и побегу на рынок. Что-нибудь надо вкусненькое купить. Ну, а потом, как день сложится, ну, решила, думаю, ну, сегодня тогда сниму для вас влог, какой получится, что мы сегодня, как мы его проведем. Раз уже работы никакой нет, значит, будем сегодня отдыхать. Работать будем тогда завтра, если нам это захочется. Вот так вот. Пока вот заодно смотрю новости. Что там происходит в телевизоре. После пяти дней проливных дождей и грозы и молнии, опять у нас наступила жара, и я вот сегодня заглянула под кустик и нашла там вот такой вот подарочек. Подарочек под ёлочкой спит. Ему жарко, он залез под ёлочку в кустике и устроился. Я его потревожила, он на меня посмотрел, вот, посмотрел, развернулся, и вот такая вот рожечка мне показывается, что он так здесь спит, нам не мешайте. Хорошо, мой Катюшкин, не буду мешать, закрою тебя от солнышка, мой золотой. Всё, отдыхай, спи, мой хорошенький. Не могла пройти мимо своих роз. Куст с чайной розы весь расцвёл, такой красивый. Ну вот хоть его и дождик немножечко побил, но всё равно он такой вот красивый. Прямо, ну, загляденье, так хочется на него всё время стоять, смотреть и вдыхать аромат этих роз. Сегодня ко мне дочка пришла, на улице погодка хорошая, и мы решили с ней посидеть в беседке, кофейку попить. Вот, а я вспомнила, что у меня есть телефон рядышком. Думаю, надо хоть когда-нибудь вот так вот поближе заснять, а то когда приходят, они всё на меня кричат. Нет, 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 помаши ручкой. Всем моим зрителям скажи привет. Нет. Вот. Мне когда кричат, нет, мы сегодня не накрашенные, не снимай нас, мы некрасивые. Наконец-то опять погодка установилась, хоть тепло, а то холодина была, дождь такой лил. Мой малинник вообще весь, всю малинку нам оббил, так жалко, вообще кошмар. Вот. Вот решили мы кофеёчку попить на природе, в тёпленьком местечке, так пока солнышко есть среди дня. Так хорошо здесь. Ну вот, убежала от меня, пошла с сигаретой, говорит, чтоб на тебя, мама, не дымить. Знает, что я терпеть не могу вот этого дыма. Но до тебя вроде не доходит. О, кричит, до тебя не доходит. Я говорю, прекращай ты это дело, бросай, но ни за что. Ни за что. Вредное создание. Ой, ладно, когда мужчины курят, а когда девчонки курят. Ну, это уже ничем не вытравишь, никак. Солнышко, это хорошо. Пускай будет ещё тепло. Зима будет длинная, осень будет длинная. Так что пока тепло. Я бы говорила, что к выходным до 30 даже больше. Ну, это с завтрашнего дня, что ли? Ну, говорят, что уже сейчас будет тепло, а потом уже как-то будет, опять говорят, что будет холодно. Смотрели там в интернете, что в августе там пару дней только тёплых, а потом опять будет холодина. Так, мам, потом же будет это, в августе, в сентябре. Ой. Ну, вот, дорогие мои, и день прошёл, и дочка уехала, а я решила хоть немножечко передохнуть тоже после рабочего дня. Ну, конечно, мы с ней отдыхали и сидели, и разговаривали очень много, потому что она не каждый день ко мне приезжает, далеко живёт, в другом конце города. Ну, всё равно ж надо было что-то приготовить. А сегодня мне надумалось накормить её блинчиками. Какие-то сделала с колбаской, с сыром натертым таким начинила, другие начинила тушеной капустой. Ну, она такие любит, и я такие люблю. Вот, сидели в беседке, пили кофе, болтали много о нашей жизни, о внучкиной, дочкиной, в смысле её дочка, моя внучка. Вот, ну, Лена уехала, вечер на улице, прохладненько стало, так хорошо, но не холодно уже, как бы-то, так уже холодно, как у нас было на прошлой неделе, когда шли дожди. Фестиваль закончился, как начались дожди проливные, и каждый день прямо, ну, хоть ты не выходи никуда из там. Вот, ну, а сейчас говорят, что ещё будет лето. Ну, а я решила посидеть уже теперь немножко, так, в тишине, в спокойствии и полистать каталог. Вот такой вот. Ходила я на турфирму, знаю, видите или нет, ходила на турфирму, пообщалась там, не знаю, всё никак не выберу, куда поехать. Ехать не с кем, я одна, не получается никак никого найти. То ли я не хочу с кем-то, то ли я туда не хочу, когда есть какая-то подруга, не я не хочу туда ехать, куда она. Вот сейчас у меня подруга в Румынии отдыхает, она меня звала туда, говорит, очень хорошо, она туда ездит каждый год, ей очень это нравится. Ну, а я не знаю, чего-то мне вот хочется, мне в прошлом году очень в Турции понравилось, я туда очень сейчас хочу. Но в связи с этими, со всеми делами, что-то прямо как бы-то не страшновато, хотя кто поехал, кто приехал оттуда, говорят, всё там спокойно, там где отели, там где отдых, там тишина и спокойствие. И говорят, не едь, не бойся. Я уже сходила на турфирму, говорю, может мне в Египет съездить, но я там никогда не была, и одной даже мне как-то боязно. Как-то страшно ехать в то место, где никогда не был. Не знаю, но вот почему-то для меня это... Если бы мне сказали, едь в Крым, да, я бы не побоялась, я раз и поехала, и всё одна. Вот, а когда не ездила, да и за границей всё-таки языка не знаю, к своему стыду. Вот, поэтому как-то вот боязно. Пока ещё думаю, что всё равно там в жарких странах, там сейчас очень жарко, поэтому думаю, ну у меня ещё есть время на раздумья. И, может быть, за это время, ну а вдруг кто-нибудь мне и подвернётся из моих знакомых. Вот, ну а пока вот посижу немножечко здесь в беседке, посмотрю, полистаю каталог. Хотя я, в принципе, знаю, в какой отель я хочу, ну просто вот так вот, ну ради развлечения решила, что надо посидеть, посмотреть. А потом пойду к компьютеру схожу. Вот, посижу у компьютера. И всё, вечер. Можно ложиться спать. Вот так вот, мои дорогие. Ну вот, такой вот у меня сегодня день получился. Всем пока.